Смотрите в итоговом выпуске информационной программы неделя. В городе Зверево проводится голосование по выбору территории для благоустройства в 2024 году. Доставка гуманитарной помощи волонтерами нашего города для солдат СВО не прекращает. В 80-летний юбилей отметилась правительная колония-1 города Зверево. В торгово-промышленном техникуме имени Льва Ермина состоялась игра-квест «Патриоты Дона». А сейчас об этих и других событиях более подробно. Уже в третий раз на территории Ростовской области реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом России. Наш город Зверево уже не первый год участвует в программе федеральной целевой формирования комфортной городской среды. В соответствии с этой программой у нас предусмотрено всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которые в дальнейшем будут участниками областного конкурса, и при победе в областном конкурсе будут выделены бюджетные деньги на реализацию этих проектов. Данное голосование у нас стартовало на минувшую субботу на территории города, 15 апреля, и продлится она до конца мая. В этом году на голосование по благоустройству выставлена площадь торгового центра. Эта территория действительно является центром города. Это место притяжения его жителей в любое время дня и года. Данная территория имеет огромное значение. Здесь отдыхают люди во время посещения магазинов, рынка, в ожидании пассажирского транспорта. В целях просвещения населения проводятся общегородские акции. Уличные артисты устраивают концерты, что поднимает настроение прохожим. А вечером встречается здесь молодежь. По виду площади торгового центра складывается мнение о городе в целом у приезжих. В настоящее время, сами видите, площадь остро нуждается в благоустройстве. Другой участник голосования – бульвар имени Петра Яковлевича Колесникова. Это не просто место для отдыха жителей из близлежащих домов, но и напоминание о великом подвиге наших земляков в Великой Отечественной войне. Здесь ранее уже планировалось комплексное благоустройство, идея которого заключалась в придании территории культурно-рекреационных функций. Озеленение бульвара сделает его более живописным. Выбор, за какую территорию отдать свой голос – за нами. Проголосовать может любой житель Ростовской области. Процесс голосования устроен максимально просто. Отдать свой голос можно на странице за госсреда.ру с использованием платформы обратной связи через госуслуги «Решаем вместе». Либо через приложение волонтеров, которые также будут сопровождать голосование в общественных местах города. Проголосовать может, повторюсь, каждый житель города Зверева старше 14 лет. Сначала должны определиться в мае месяце, какую мы территорию выберем от города из этих двух. Дальше мы разработаем дизайн-проект, подготовим смету и примем участие в областном конкурсе. Такую процедуру мы проходили в 2022 году. У нас в 2022 году победителем конкурса областного стала наша площадь до Кукина. Выделили бюджетные деньги на ее благоустройство – 20 миллионов рублей. Заключили контракт и уже этот объект реализуется. Сегодня от нас зависит, какая территория будет благоустроена и как она должна преобразиться. При разработке дизайн-проекта будут учитываться пожелания общественности. Процесс согласования у нас будет и с жителями, и с членами общественного совета. Какие там элементы благоустройства, что мы там хотим видеть, мы все мнения учтем. Все это совместно обсудим, прежде чем принимать какие-то решения. Мы призываем всех горожан принять участие в голосовании. Тем более, уже в ближайшее время в этом смогут помочь волонтеры, которые выйдут на улицы Зверева. Вместе сделаем наш город краше. В нашем городе не прекращается сбор гуманитарной помощи российским военным, участникам СВО. Один из таких пунктов был организован Георгием Злобиным и Александром Касиным в сентябре прошлого года. У моего хорошего знакомого на передовой сын с первых дней СВО. И изначально поехал он проведать сына. Съездили раз, съездили два. Стало интересно, что да как. Хотелось сначала посмотреть, вообще понять. Понятие война, наверное, сложно для всех. Лучше об этом, наверное, не знать вообще. Ну, съездили, увидели, поняли, что ребята нуждаются. Нуждаются не только в поддержке, но и в каких-то там вещах. Бытовых, еды, ну, в принципе, в плане всего. Съездили сначала раз к ним, потом два уже к другим ребятам познакомились. Ну, и, в принципе, приняли решение создать группу гуманитарной помощи и работать, возить, помогать. Создали группу в WhatsApp, в Telegram, жителей города Зверево, города Королёва. Ну, в принципе, откликнулись очень много людей. Участвуют в благотворительной акции, проводимой этим пунктом, люди с разных концов нашей страны. Большое спасибо, конечно, городу Королёву. Они вообще все дорогостоящее, что наш город Зверево, все вместе мы не потянем такого количества средств, чтобы отвезти ребятам. Вот Королёв покупал, значит, антидроновое ружье, откликнулся на нашу просьбу. Она больше полмиллиона стоит. Покупали прибор ночного видения, тоже там очень дорогостоящий. По просьбе ребят со спецназа, они закупили и прислали нам компания СДЭК аромидные каски. Они облегченные, но, скажем так, пуленепробиваемые. Это все вот Королёв делает, потому что там это настоятель храма Троицкого и священник, отец Антоний. То есть отвлекаются на все просьбы, независимо, наши вы, не наши, там, никого не... Они сами выходят, мы даем контакты, они сами выходят на ребят и спрашивают, ребята, что вам надо конкретно. Среди благотворителей много местных жителей, помогают целыми коллективами. Закупали автономные дизельные обогреватели, горелки, и очень нам помог торгово-промышленный техникум города Зверево. Они по нашим заявкам изготавливали буржуйки. Мы немножко решили доработать на буржуйки, заказали у них баки под воду, чтобы ребята могли принять, провести банные процедуры. Две буржуйки мы отвозили на танкистов, у них рядом с ними находится полевой госпиталь, так сказать. Базируются они в холодном сыром подвале. Вот. Эти печки очень себя хорошо показали. Они очень... Большое КПД у них, они согревают хорошо. Да, большое спасибо директору колледжа, которая проявила сама как бы это все. И, ну, очень многим... В общем, печки их тоже и по всей линии фронта. Многие оказывают помощь, даже не называя своего имени. Одна вот бабушка ходит, она переселенка из Луганской области, беженка. Она каждую неделю, каждую неделю, вот, ну, мы уже говорили, как-то, может быть, ну, стыдновато. Нет, вот она по-своему, да, вот. Че надо, ребята, мы... Ну, как-то... А, мы выкидали форму. Вот она где-то это вычитала. Пришла на рынок, купила форму, взяла размеры, купила форму, принесла. Мы были в шоке. Просто пенсионерка. Кто-то покупает форму, а кто-то передает автомобили. Представляете, что человек с Нижнего Новгорода приехал с гуманитаркой, оставил все документы, оставил машину на ваше усмотрение. Ребятам, хотите, возите на этой машине гуманитаркой. Нужно будет ребятам, отдайте ее ребятам. То есть, мы в шоке были. Ни денег, ничего. Просто, говорит, вот, для этого дела это люди с Нижнего Новгорода. Мы даже незнакомые, скажем так, с ними были. У вас, буханка. На фронте все пригодится. Каждое направление нуждается в том или ином. Все по заказу. Среди стандартных запросов от наших бойцов есть и такие необычные. Кошку им привезти, мыши достали. Сейчас будем искать кошку везти. Ну, то есть, откликаемся на все просьбы. Готовясь к поездке, организаторы собирают весомый гуманитарный груз. От продуктов и одежды до дизельных генераторов и антидроновых ружьев. Все это нереально разместить в одной машине. Поэтому, объединившись с другими волонтерами, на нескольких машинах гуманитарка доставляется адресатам. Поездки всегда сопряжены с определенными сложностями. Сами дороги бывают разными. Иногда они обрываются, как, например, этим разрушенным мостом. Тогда приходится искать альтернативу, чтобы прибыть в пункт назначения, зачастую расположенный вблизи к передовой. Когда ты приезжаешь на линию, так сказать, где происходят военные действия, ну, не прямо на саму линию, но рядышком, да, грубо говоря, слышишь эти взрывы, слышишь полет осколков мимо, начинаешь уже жизнь ценить совсем по-другому. Воспринимаешь, конечно, это все, ну, война, это страшно. Ну, и все равно, когда вот видишь, как рады ребята, да, к которым приехали, ну, и самим как-то становится, ну, чуть-чуть полегче. То есть, вот этой грусти, страха, то есть, уже не испытываешь. Конечно, туда едешь в напряжении, но когда лица такие у взрослых мужчин, ну, мужчин, и радость в глазах, для них это шок. Вот, ну, до сих пор есть такие подразделения, в частности, вот мы были на той неделе, наш зверевский парень, они стоят, взрослые мужчины, да, они вне дают, как это все нам привезли, это для нас привезли, ну, для вас, да. Ну, то есть, у них эмоции зашкаливают, как у детей. А значит, уже жизнь прожита не зря. Подразделение спецназа выражает слово благодарности настоятелю Троицкого храма города Королева, отцу Сергию и священнику отцу Антонию, а также всем неравнодушным прихожанам за оказанную гуманитарную помощь. Спасибо вам. Когда мы едины, мы непобедимы. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой, мы на нашей земле, мы на береговой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать, мы на нашей земле, мы будем стоять. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой, мы на нашей земле, мы на береговой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать, это наша земля, и мы будем стоять. От жителей нашего города не ускользнул тот факт, что грядут изменения на мусорных площадках. Убрали металлические ограждения, кое-где демонтировали бетонные плиты, на которых были установлены контейнеры, а сами емкости для мусора отодвинуты немного в сторону. Однако в начале этой недели в отдельных районах наблюдалось неприятное зрелище. Это мусор в переполненных контейнерах и на всей территории, прилегающих к ним. Особенно возмутились горожане, проживающие по улице 47-й гвардейской дивизии. Почему так случилось? И как скоро мы увидим обновленные мусорные площадки с новыми контейнерами? В 2022 году за счет средств местного бюджета были приобретены 60 металлических контейнеров новых объемом 0,75 кубических метров, а также 10 бункеров для крупногабаритных отходов объемом 8 кубических метров и 26 комплектов металлических ограждений для контейнерных площадок на территории города. У нас с вами на территории города 25 муниципальных контейнерных площадок. В текущем году эти контейнерные площадки все будут отремонтированы, будет заменено ограждение и сделано новое бетонное основание. Уже заключен контракт с подрядной организацией, подрядная организация приступила к выполнению работ. До 1 июня эти работы должны быть завершены, если может быть какая-то поправка, если будут такие же погодные условия, потому что работы связаны с заливкой бетона. Относительно сегодняшней ситуации, у нас вывозом мусора с данных контейнерных площадок занимается региональный оператор «Экостройдон». По городу в ежедневном режиме работают 2 мусоровоза, которые в ежедневном режиме вывозят мусор с контейнерных площадок. Вчера у них один из мусоровозов не вышел на линию и поломался. В связи с этим не все контейнерные площадки не успели своевременно вывезти мусор. Мы уже переговорили с руководством «Экостройдона». Они добавят взамен сломавшейся машины, поставят с завтрашнего дня новую машину, и вывоз мусора будет осуществляться в обычном режиме. Просьба у меня к жителям нашим. Тоже ситуация какая. Подрядчик демонтировал ограждение и перенес контейнера. 10-15 метров дальше мы контейнера не переносим. Что делают жители? Они берут, проходят и бросают мусор, пакеты с мусором там, где стояли контейнера. Мы не вынесли, на полкилометра не убрали эти контейнеры вообще. Просто нужно чуть дальше пройти и кинуть этот мусор в контейнеры, чтобы не создавать наличные скопления мусора. В объектив нашей видеокамеры попала и другая картина, сложившаяся в первом микрорайоне, где за придомовой территорией домов 13 и 19 по улице Сташенко были разбросаны мусорные пакеты, в то время как мусорные контейнеры были пусты. Причину такой негативной ситуации сами жители объясняют дождливой погодой, а главное отсутствием оборудованных подходов к мусорным площадкам, добраться до которых без резиновых сапог невозможно. К сожалению, многие такой обуви просто не имеют. Встает вопрос, предусмотрены ли с появлением новых мусорных площадок и соответствующие к ним тротуары. В первом этапе мы сейчас делаем капремонт самих площадок, то есть устанавливаем новые контейнеры. И вторым этапом мы будем смотреть, какую-то часть может успеем в этом году, а остальные будем в следующем году делать. Мы будем делать либо дорожки, подходы, либо, если где это надо, подъезды, чтобы заезжала мусорная машина к данным контейнерным площадкам. Этим вопросом мы тоже занимаемся. Параллельно. Федеральное казенное учреждение «Справительная колония-1 ГУФСИН России» по Ростовской области, расположенное в поселке Трудовом, города Зверево, 26 апреля отметило свое 80-летие. Торжественное мероприятие состоялось в социально-культурном центре «Маяк». С юбилеем коллектив, штат которого свыше 150 человек, одну из первых поздравила Наталья Кушнеренко, подполковник внутренней службы, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и напомнила присутствующим историю рождения предприятия. Своё становление ЭТК-1 начало ещё в 1930-х годах как сельскохозяйственное учреждение, но со временем перешла реорганизация в исправительное и превратилось в исправительное учреждение. В военные годы личный состав колонии со спецконтингентом был эвакуирован на Кавказ, где были пересмотрены личные дела осуждённых, часть которых была направлена на фронт. По возвращении из эвакуации в марте 1943 года колония была в доме открыта, началось развитие производства. Благодаря грамотному руководству, самоотверженному труду, в скором времени колония стала передовиком производства, коллектив, который не раз награждался переходящим красным знаменем. Как было отмечено, на протяжении 8-10 лет это учреждение славится сильным коллективом работников, которые в непростых условиях выполняли и продолжают выполнять сложные задачи, стоящие перед уголовной исполнительной системой, заключающиеся в исправлении осуждённых, формировании у них уважительного отношения к человеку, труду, в оказании им помощи вернуться в общество законопослушными гражданами. Спасибо вам, что не считаете со своим временем и добросовестно выполняете возложенные на вас обязанности. Сегодня во главе колонии состоит молодой перспективный начальник, подполковник внутренней службы Тищенко Александр Игоревич. Александр Игоревич, желаю вам не утратить существующих традиций учреждения, сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, возродить и превзойти достижения прежних лет. Наталья Леонтьевна в своём выступлении озвучила фамилии легендарных личностей, которые делали историю исправительной колонии 1 и всей уголовно-исполнительной системы Дона, включая и имена ветеранов, приглашённых на этот праздник. Она пожелала им крепкого здоровья, благополучия, нестекаемой энергии, оптимизма, долгих лет жизни, понимания и бережной заботы со стороны близких и родных. Заслуженным ветеранам вручили букеты цветов. Следующими в списке награждённых вымпелами за достижение высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, образцового выполнения служебных обязанностей, значительный вклад в решение поставленных задач и в честь 80-летнего юбилея ФКУ ИК-1 были Денис Буркут, начальник производственного технического отдела Центра трудовой адаптации, Сергей Политаев, заместитель начальника отдела безопасности, и Сергей Качкин, старший инструктор кинологической группы. В завершении своего выступления Наталья Кушнеренко от имени начальника ГУСИН России Простовской области вручила начальнику исправительной колонии 1 подполковнику внутренней службы Александру Тищенко поздравительный адрес со следующими пожеланиями. Чтобы уровень понимания, что происходит сейчас, и уровень проникновения патриотизма было в душе и в сердце каждого у нас, чтобы этого распространялось не только от нас здесь и сейчас, но еще и при служебной деятельности, при воспитательной работе. В этот день виновников данного мероприятия, включая ветеранов труда, с праздником поздравил председатель Совета ветеранов ГУСИН России Простовской области, полковник внутренней службы в отставке Сергей Гололобов, а также вручил ветеранам поздравительные адреса, а девчатам, как он выразился, небольшую помощь. Этому золотому фонду уголовно-исполнительной системы Донского края ветеранам исправительной колонии Зверева Александр Тищенко вручил грамоты за многолетний добросовестный труд, после чего было сделано фото на память. Всему личному составу и ветеранам уголовно-исполнительной системы жила силы, мужество, неиссякаемая энергия, стойкость и бодрость и духа, благополучие и мира, крепкого здоровья, личного счастья. Значимость данного учреждения и всех его сотрудников было отмечено и в приветственном адресе главы администрации города Зверева Александра Лотарева, который зачитала его заместитель Елена Кириченко. Именно от вас зависят судьбы многих людей. Выражаю особую признательность ветеранам уголовно-исполнительной системы, которые являются примером для молодого поколения сотрудников. В день юбилея исправительной колонии номер один выражаю слова благодарности всему вашему коллективу. Искренне желаю дальнейших успехов в важном и необходимом деле служения Отечеству, как Александр Игоревич повторюсь, неиссякаемых жизненных сил, крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. После чего состоялась церемония награждения благодарственным письмом главы администрации города Зверева десяти специалистов Зверевской исполнительной колонии, за плечами которых не один год службы, накопленный опыт, безупречная профессиональная работа. В этом учреждении трудятся люди в погонах, прошедшие особый тщательный отбор, обладающие хорошими физическими и интеллектуальными данными, хорошей памятью, от которых требуется быть мужественными, решительными, бдительными и неподкупными, чей нелегкий труд порой связан с риском для здоровья и жизни. Для них, смелых, энергичных, статных, красивых, обеспечивающих всем нам безопасное проживание, был дан праздничный концерт, который запомнится им яркими выступлениями певцов и танцоров. «Проводи нас, товарос! Товарищ старшина! Товарищ старшина!» Концертный зал СКЦ «Маяк» 27 апреля собрал работников пожарной охраны накануне своего профессионального праздника, который ежегодно отмечается 30 апреля. В этом году самоотверженные храбрые огневборцы отмечают 374-ю годовщину со дня образования пожарной охраны Российской Федерации. «Противопожарная служба – это современная оперативная структура, которая решает важнейшие задачи и способна эффективно действовать в условиях различных чрезвычайных ситуаций. И сегодня мы чествуем героев Огненного фронта, умеющих покорить стихию, создать заслон разрушительной силы огня, надежду и опору нашего спокойствия и благополучия». Всех укоротителей огня, спасателей человеческих жизней с наступающим праздником поздравил глава администрации города Зверево. «Вы всегда находитесь на боевом посту и в считанные минуты приходите людям на помощь. Вот я даже пришел, сейчас вашему руководству вопрос задаю, я говорю, слушайте, да бог пожарший в городе Зверево, произойдет или что-нибудь, все пожарники здесь, ничего страшного, мы на завтра все это отложили». Поэтому ваша служба всегда сопровождается опасностью, риском и вы всегда проявляете мужество и благу. Это эти качества, постоянные спутники вашей работы. Поэтому в вашей профессии никогда не бывает случайных людей. уверен, что ваш высокий профессионализм, опыт, оперативность и слаженные действия будут и впредь являться надежным щитом на пути огня на стихии и других чрезвычайных ситуаций. Александр Лотарев поблагодарил за ежедневный ратный подвиг не только действующий состав 41-й пожарно-спасательной части, но и ветеранов, чей опыт, мужество, бодрость духа стали примером для новичков. От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, нестекаемой энергии и дальнейших успехов вашей нелегкой службы. Далее состоялась церемония награждения. Благодарственные письма главы администрации города Зверево под аплодисменты зала получили отличившиеся сотрудники 41-й пожарно-спасательной части, члены добровольной пожарной команды общественной организации «Зверевский казачий круг», начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Зверево. В нашем муниципальном образовании пожарная часть появилась летом 1990 года, после того, как Зверево получил статус города. В настоящий момент наша пожарная часть 41-я, пожарно-спасательная часть сейчас называется, готов к выполнению всех задач, которые будут стоять. Тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций. Сейчас пожарная охрана в чистом виде как бы она не существует. Сейчас называется у нас пожарно-спасательная часть, потому что приходится не только тушить пожары, но и участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Владимир Алексеевич обратил внимание, что вместе с коллективом 41-й пожарно-спасательной части праздник отмечают и спасатели управления ГОЧС, с которыми они слаженно, оперативно действуют в каждой нестандартной ситуации. Всех их он поздравил с праздником, с пожеланиями здоровья и удачи им и их семью. О важности профессии пожарной о каждодневном подвиге героев огненного фронта Донской земли рассказал Роман Болдырев. Прошедший 2022 год выдался непростым. Все мы следим за политической ситуацией, события на Украине также легли на наши плечи. Также мы встречали беженцев в 2022 году, организовали дежурство на пунктах временного размещения. Помимо этого были у нас и лесные пожары, и степные пожары, и ландшафты горели, и жилье, везде все полыхало, горело. Но мы справились с этим с честью. Назову несколько цифр. В прошлом году подразделение отряда было потушено более 1500 пожаров и загораний. Спасено 500 человек, больше 500 человек и 1180 миллионов рублей. Это вот по данным, которые собираются у нас, это последствия нашей работы. Если взять просто поделить нехитрые вычисления, получается, что каждый наш сотрудник, работник, он спас по одному человеку и 300 тысяч рублей, спас более 300 тысяч рублей. То есть эти цифры показывают, какой серьезный, ответственный труд выполняете вы, мы, на какие усилия и какой результат дает наша работа. Роман Леонидович поблагодарил пожарных за доблесть и отвагу, за их тяжелый, благородный труд. Отметив лучших сотрудников 41-й пожароспасательной части грамотами за высокое профессиональное мастерство, образцовое исполнение служебного долга, ответственное отношение к выполнению своих обязанностей. А еще на этом празднике были отмечены ребята, принявшие участие в муниципальном этапе 7-го Всероссийского героико-патриотического фестиваля детско-юношеского творчества «Звезда спасения», который прошел 13 марта в нашем городе. Грамоты получили в категории сценического творчества Артем Литвинов и Александра Мартынова, учащиеся в Центре детского творчества. В категории «Изобразительное творчество» Анастасия Замула, учащаяся в гимназии имени Чехова. Музыкальное творчество Анастасия Байдик, Зайцев Дмитрий, Духовой оркестр детской школы искусств. Хореографическое творчество – образцовый хореографический ансамбль «Визави» социально-культурного центра «Маяк». Настоятель Святого Никольского храма, отец Дмитрий, на это торжество пришел не только с поздравлениями и пожеланиями, но и с подарком. Ваш великий праздник я хотел бы подарить отделению пожарной части иконочку с кладем Спасителя Пресвятой Богородицы. Так как вы нас храните от бед и скорбей, пускай Спаситель Пресвятая Богородица хранит вас, защищает вас, помогает вам, хранит вас на многое и благое лето. АПЛОДИСМЕНТЫ Отец Дмитрий Череду поздравлений на этом мероприятии завершил Виктор Фуфонов. По завершению главной части торжественного мероприятия был дан праздничный концерт, который стал замечательным подарком для всех собравшихся в зале – пожарных, спасателей, их родных и друзей. А нам остается пожелать всем огнеборцам крепкого здоровья, поменьше пожаров, благополучия в семье и будьте хранимы Богом. В последний рабочий день недели, 28 апреля, руководители управляющих компаний, Управления социальной защиты населения, Центра социального обслуживания, городские СМИ в срочном порядке пригласили в управление ГОЧС нашего города на внеплановое заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Зверево. Причиной проведения этого мероприятия стала гибель людей при пожаре. На сегодняшний период у нас роста стало уже в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной средств населения – это люди пожилого возраста, проживающие одиноко, которые жили одни сами по себе в своих жилищах. Сколько таких случаев? Два случая за этот период, с начала текущего года. Поэтому оговорюсь, что это у нас уже рост по сравнению с прошлым годом. Сегодня рассмотрели вопросы как с принципов гуманности, с принципов обеспечения пожарной безопасности для такого средства населения. Нам эти вопросы отработать и, насколько это возможно, предупредить данные происшествия на территории города. На заседании комиссии рассмотрели вопросы проведения профилактических мероприятий в жилом секторе администрации города Зверево, организациями и управляющими компаниями. Проведение профилактических мероприятий в местах проживания граждан, отнесенных к повышенной группе риска, одиноко проживающих гражданей, инвалиды, ветераны труда, установки автономных пожарных извещателей в домовладениях данной категории граждан. В ходе заседания комиссии выяснилось, Центр социального обслуживания города Зверево надомное социальное обслуживание предоставляет 494 одиноко проживающим пожилым гражданам, с которыми соцработники постоянно проводят беседы о пожарной безопасности. Сколько в нашем городе всего таких лиц предстоит выяснить, чтобы всем им обеспечить пожарную безопасность? В работу по выявлению одиноко проживающих пенсионеров-инвалидов включились Управление социальной защиты населения, управляющие компанией города. Кроме этого, в дальнейшем необходимо будет установить контакты с их родными, знакомыми и в случае необходимости иметь возможность быстро с ними связаться. Было принято решение об итогах проделанной работы докладывать в управлении ГОЧС города Зверево ежемесячно. Также хочется обратиться к жителям города Зверево и гостям, проинформировать, что с 29 апреля на территории Ростовской области введен особый противопожженный режим, постановленным правительством Ростовской области от 17 апреля 2023 года номер 290. Данным постановлением введены дополнительные требования к пожарной безопасности, такие как запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, пожневных остатков и бытовых отходов на всей территории Ростовской области. Хочется обратиться к нашим жителям о соблюдении требований пожарной безопасности, потому что несоблюдение требований пожарной безопасности может привести вас как к административной, так и к уголовной ответственности. В торгово-промышленном техникуме города Зверево состоялась необычная интерактивная игра, которую организовали гости из Ростова-на-Дону при поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики города Зверево. Мы сегодня приехали проводить одну из интерактивных игр в рамках областной патриотической программы «Патриоты Дона», которая проводится нашим Ростов-Патриот-Центром совместно с областным советом ветеранов. В рамках также программы «Патриотическое наследие» проходят эти игры. Сегодня ребята смогут себя попробовать в новом интересном формате. Кроме того, мы этот интересный формат дарим нашим муниципалитетам, чтобы они могли его проводить сами в том числе. В каких-то моментах не всегда мы можем из области выехать на места. И если специалисты могут провести это сами, то это очень здорово и круто. И вот мы смотрим сейчас, как специалисты проводят под нашим контролем, и позже уже вся область будет проводить это сама. Во время открытия мероприятия рассказали о правилах игры, а также напомнили о важности патриотического воспитания для молодых людей. Патриотизм к нашей большой необъятной стране, патриотизм к нашей области, к малой родине, в частности, мы с вами к патриотизму к городу Зверево. Нужно обладать высоким гражданским чувством долга, чтобы делать нашу страну прекрасной, потому что за вами будущее нашей страны, и от того, как вы сможете обустроить нашу страну, нашу область и наш город, будет зависеть от того, насколько комфортно будет проживать здесь. В игре приняли участие 10 команд. Их ожидали ровно столько же 10 станций квеста. Но в начале важная процедура – выбор названия команды. Давайте, вот как раз сейчас время, думать название команды. И вот сюда уже записать. Ну, давай, ну что бы вы хотели. Эта команда определилась быстро, назвав себя «Спортики». Название «Спортики» родилось от того, что у нас весь техникум спортивный, все постоянно в активе, большинство ходит, соревнования проходят у нас постоянно, все наши участвуют. «Спортики», «Патриоты», «Крутые» и даже «Кирпичи». Почему такое название? Без комментариев. Это просто слишком интеллектуально. Которые выполняли задания одной из станций. Им предстояло сложить из пазлов памятники Ростовской области. Кстати, не такое уж легкое задание, как могло показаться на первый взгляд. Что за памятник собираете? Жертвам фашизма. В Ростове он установлен. Вы это знали раньше? Да, видела. Задание сложное? Достаточно, да, собрать это все. Команды посещали станции согласно маршрутному листу, выполняя задания всего за 12 минут. Вот еще одна станция – музыкальная. Александр Александров, однажды случайно в руки попала газета. Где было опубликовано стихотворение Василия Лебедева «Хумача». Композитору оно так понравилось, что он тут же сочиннил к нему музыку. А уже при отправке на фронт 26 июня 1941 года ансамбль «Красная армейская песня и пляски» исполнил эту песню, ставшую гимном советского народа против фашизма. Как она называлась? Это сущенная. Молодец, Аня. Также на станции студенты продемонстрировали знания основ Конституции Российской Федерации, вспомнили интересные факты о географии России, отгадывали филворды на тему казачества, прошли веревочный курс и многое другое. Такие мероприятия, они очень интересны для молодежи. Просто мы живем как бы в маленьком городе, у нас редко происходят такие мероприятия. Хотя вот недавно мы буквально две недели назад выезжали в шахты на такое же мероприятие. Просто нужно как-то разнообразить нашу студенческую жизнь. Гостям мы всегда рады, всегда принимаем, всегда доброжелательно. Детям хочется где-то поучаствовать, конечно. Прежде всего это нашим студентам, все для них. В итоге определились лидеры игры. Первое место заняла команда «Победа», второе – команда «Патриот» и третье – «Кирпичи». Победители были награждены дипломами, вымпелами и кубками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова